Всем привет! В этом видео я расскажу свой опыт о взаимодействии со структурой судов и судебных приставов с точки зрения эзотерики, с точки зрения тонкого плана. Как я выходил из-под их влияния, как я отцеплялся от их воздействий и какой опыт я получил из этого. Хочется сразу оговориться, я в одном из видео рассказывал, что периодически я сталкиваюсь с какими-то негативными воздействиями какого-то магического либо колдовского плана. Как правило, это приходится на дни полнолуния. Обычно люди, занимающиеся подобным, привязывают свои ритуалы к луне, к лунному циклу. Так вот, я знаю уже на вкус, как отражаются на энергетике подобные воздействия, и что человек ощущает и чувствует. Так вот, так получилось, что у меня есть определенные взаимодействия с судами, и с судебными приставами идут суды, и есть какие-то у меня открытые дела в этих структурах. Вот, и у меня когда-то накладывались определенные, ну скажем так, санкции на меня со стороны судебных приставов. И в какой-то момент, меня это особо никогда не трогало, но в какой-то определенный момент я решил от этого отцепиться и проработать это все на тонком плане. Хотя надо было сделать это еще давненько. Так вот, и я решил этим заняться, наверное, дни 10 назад. Я убирал договора с этими структурами на тонком плане. Я, по-моему, я убирал адресацию. Я забирал вообще права, которые я им когда-либо дал, на основании которых они могли на меня воздействовать. И взял это в работу, там утром и целый день я с этим как-то разбирался, ковырялся, разбирался, ковырялся. И потом утром, на следующий день я, конечно же, плохо спал, я проснулся с такими же ощущениями, когда совершен какой-то ритуал определенной магии, либо колдовства против меня. И когда я прорабатывал это, я обычно, когда это убираю, какие-то определенные зацепки с какой-то большой структурой, я вижу определенные картинки. И там, когда я прорабатывал, я видел, что совершались какие-то действия с использованием моих прав, какие-то действия в отношении, ну не конкретно меня, но я был в куче людей, против кого это все совершалось, в виде каких-то масонских, я думаю, ритуалов, либо обрядов. Потому что люди были в таких черных плащах, поднимали какие-то кубки, либо какие-то чаши, что-то вот там делали коллективно. И так как я проснулся с ощущением того, что было сделано какое-то магическое колдовское маздействие на меня, я просто провел параллели и увидел, что на людей, кто как-то крутится, либо задействован в судебной системе, да, либо как-то фигурирует в системе судебных приставов, на них совершаются ритуалы магии и обряды со стороны управленческой верхушки судов, судебной системы. Судебные пристава это как бы как ответвление, да, есть. Вот. И как я понимаю, как это все совершается, воздействие идет по какому-то номеру, который присвоен человеку внутри системы, да, типа может быть это ННН, либо СНИЛ, что-то подобное. И они люди эти, так как у них есть права влиять и воздействовать, которые человек им делегировал, ну, в рамках закона, да, так как у них есть права влиять на человека, они могут, имея эти права у себя в использовании, они могут сливать на людей отработку, обратку, негативную карму, какие-то перевешивать негативные воздействия с себя, они могут забирать часть денежного потока, они могут много что, используя вот эти права, которые им делегируют люди, неосознанно, когда заключают какие-то договора, например, когда получают паспорт, еще там много скрытых договоров с государственной структурой, либо когда голосуют на выборах. А так как в управляющей верхушке, ну, вы сами понимаете, много масонов, много таких околомагических и колдовских, да, персонажей, это им не чуждо, то, соответственно, масоны — это люди с определенным складом психики, да, с повышенной гордыней, для них вот есть они, высший класс, есть вот плебеи, которые там где-то бегают, и то, что они сливают на кого-то, это все, их особо либо делают какие-то негативные магические воздействия, либо забирают денежный потенциал, их это особо все не волнует с точки зрения морали, они себя чувствуют более высшим классом, поэтому делают это и не парятся. Вы сами должны понимать, что управленческая верхушка, там тоже непростые люди, кто занимает определенные должности, они согласовываются, я имею в виду верхушка судов, они согласовываются наверху, чтобы им встать на эту должность, и только тогда их ставят. Вот. Поэтому я, если честно, не был сильно удивлен, много людей про это говорило, про эти воздействия через пристава и суды, что там сплошь магия и колдовство, и говорят, и будут говорить, и я просто один из них, который говорит вам о своем опыте, который я получил, отцепляясь от них. И, кстати, зашло, обычно я прорабатываю, когда какую-то тему у меня уходит, может быть, ну, день-два, тут я прям что-то дня три, наверное, копался, и еще, я чувствую, еще не до конца все проработал. Там много каких-то зацепок, и эта система, да, эта структура, она очень довольно-таки жирная и привыкла паразитировать, и очень нагловатое, поэтому с ней еще нужно будет дорабатывать и разбираться. Вот. Поэтому, может быть, вы когда-то столкнетесь с чем-то подобным, не удивляйтесь, возможно, мой опыт вам поможет в дальнейшем в проработке и очищение от подобной вот госструктуры, потому что там, помимо, так скажем, каких-то прямых, ну, прямых воздействий на человека, да, когда у него может арестовать счет, описать имущество, либо там что-то высчитывать с карты какие-то деньги, есть еще и скрытые воздействия просто, о которых человек даже не знает. Вот. Но разрешение же, конечно же, на это, он дает сам, зачастую неосознанно, когда ставят где-то подпись, голосуют на выборах, получая паспорт, получая какие-то документы, ставя подпись в судебном приказе, либо просто в каком-то приговоре в судебном, в общем, в каких-то таких государственных документах. На этом я буду заканчивать. Благодарю каждого, кто посмотрел это видео. Работайте над собой. На земле будет добру. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok